Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы по книге «Великий музей мира» и их описать. Колосс Абмерхотепа IV Эхнатона Корнак храм Атона Восемнадцатая династия правления Эхнатона 1350-1333 год до н.э. Песчаник, высота 293 см. Храм Атона, из которого происходят колоссальные статуи Эхнатона, расположен рядом с храмом Амон-Ра в Корнаке. Он был построен еще до официального запрещения поклоняться культам других богов. Колоссы, найденные в Корнаке, принадлежат к наиболее ярким произведениям искусства времени правления Эхнатона. Они были расположены рядом с колоннами во внутренних дворах. Фараон показан со скрещенными на груди руками, которых он держит символы царской власти, скипетр с закругленным сверху концом и плетку. В этих скульптурных изображениях отчетливо прослеживаются новые стилистические приемы, которые не были известны в Египте ни до, ни после правления Эхнатона. Вытянутое лицо с впалыми щеками, полуприкрытые глаза с нависающими над них веками, полные губы с легкой усмешкой, удлиненный подбородок. У всех фигур пухлые животы, что характерно для изображения бога Нива, дарующего плодородие, функции которого взял на себя Эхнатон. Вот такое описание по книге Великие Музеи Мира к работе колосс Аминхотепа IV Эхнатона, Карнак, храм Атона, XVIII династия, правление Эхнатона, 1333 год до н.э. Пока-пока, до свидания.